Видео снимается специально для канала все о стиральных машинах и бытовой технике. Всем привет! Сегодня я расскажу, как сбросить программу на стиральной машине LG. В первую очередь надо рассказать о том, зачем нам эта функция нужна. Одна из необходимостей, которая может возникнуть, это, к примеру, вы выбрали не ту программу. То есть, предположим, вы выбрали программу хлопок, а хотели стирать на режиме быстро 30. В таком случае нам нужно остановить программу, нажать на кнопку стоп, выбрать правильную программу и снова запустить стиральную машину. Это только одна необходимость, которая у нас может возникнуть. Другие, например, это такая тоже необходимость, как в случае, если вы увидели в стиральной машине какой-то посторонний предмет. Предположим, во время стирки вы заметили, что у вас нет телефона и увидели его болтающимся в барабане. Или это оказались ключи от автомобиля. Разумеется, в таком случае нам нужно как можно быстрее вытащить гаджеты из стиральной машины. Поэтому нам нужно остановить стирку. Для этого нам нужно нажать, опять же, на кнопку стоп, нажать на кнопку отжим, выбрать режим без отжима и нажать снова на пуск. Таким образом у нас машинка остановится. И, в общем-то, после слива воды она у нас откроется, и мы сможем достать все вещи. Еще у нас одна необходимость, которая может также возникнуть, это, к примеру, если вы выбрали не тот порошок. Например, вы засыпали порошок не автомат, а порошок для ручной стирки. И уже в процессе вы увидели, как у вас пошла пена излишняя. И понимаете, что может она наделать много неприятностей, что она может уже пойти через люк к вам. И, в том числе, она может попасть в управляющий модуль, конечно. Тогда, в таком случае, тоже нам нужно отключить стиральную машину, достать белье, промыть его, чтобы избавить от пены, от порошка неправильного. И уже засыпать правильное средство и выбрать программу начать снова стирку. Вообще, как у нас иногда поступают хозяйки, да, они все знают про эти опции, которые есть у стиральных машин, которые позволяют отключить стиральную машину с панели. Некоторые просто вырубают ее кнопкой пуск, не пуск, а вот в подаче электричества, да. Некоторые вырубают просто, вырубая из сети, из розетки стиральную машину. Но все это, в общем-то, не самые правильные методы, поскольку машинка из-за этого испытывает перегруз. В общем-то, если вы так будете делать регулярно, то у вас может случиться какая-то неполадка, которая уже будет требовать обращения к специальному мастеру, который будет уже ее чинить. Поскольку для этого используется вот именно такой, в общем-то, простой и запланированный заранее протокол, то, в общем-то, есть необходимость именно им пользоваться в случае того, если появляется такая нужда. Я надеюсь, видео было для вас полезно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всего хорошего, всем пока. И видео принадлежит каналу, все о стиральных машинах и бытовой технике.